На радость миллионам восторженных фанатов Игры Престолов специалисты по визуальным эффектам показали, как на самом деле снималась эпическая резня в суровом доме, которую считают одной из лучших сцен фэнтези-сериала. А заодно давайте пройдемся по закулисью других главных кинобомб нашего времени и разузнаем их секреты. Масштабная битва в Игре Престолов разыгралась в восьмой серии пятого сезона, и в ней, судя по тому, что нам показали, участниками были тысячи. Но правда ли на площадку вывелись только статистов? В действительности обширный лагерь представляла лишь горстка актеров, да зеленая стена, так называемый Хромакей, скрывавшая машины техперсонала. Орды одичалых и прибрежный ландшафт были добавлены цифровым способом. Каждый раз создатели гоночной боевой франшизы «Форсаж» поражают нас новыми безумными трюками. Одна из самых дерзких сцен седьмой части – групповой прыжок на пяти машинах из летящего самолета. Особенно поражает, что это не компьютерная графика. Сложнейший трюк провернули на самом деле. Актеры, правда, с неба не сыпались, зато в смертельной опасности подвергали себя операторы-скайдайверы, благодаря которым мы теперь можем наблюдать свободное падение во всей фантастической красе. Они выпрыгивали из военного самолета перед машинами и вслед за ними, увертываясь и от них, и друг от друга, да еще и старались заснять лучшие кадры. А ведь помимо пяти автомобилей, летевших со скоростью 225 км в час, рядом гружил вертолет, с которого тоже велась съемка. Как теперь со смеха вспоминают каскадеры, это было полное сумасшествие. Прыгнув с высоты примерно 3,5 км, они раскрыли парашюты только за 1,5 км от земли. Помните самый первый фильм «Терминатор» 1984 года, где киборг Шварценеггер еще был бездушным злодеем и гонялся за Сарой Коннор? Как смешно и нелепо теперь смотрится его неподвижная маска в знаменитых сценах с красным глазом. Но вы ошибаетесь, если думаете, что в наши дни, 30 лет спустя, все спецэффекты создаются на компьютере. В новом фильме «Терминатор Генезис» надобликом Шварценеггера и его дублеров трудились 65 гримеров, и результат, в отличие от первого фильма, выглядит очень натурально. Вот такие штуковины, похожие на яичницу или расплавленный сыр, сначала наклеили Арни на лицо, чтобы сымитировать рваные раны, сквозь которые проглядывает металлический скелет. Через некоторое время пластичный силиконовый материал идеально слился с лицом, а разрезы заполнили якобы металлом. И вот перед вами настоящий киборг. Замок Хогвартс из всеми известного Гарри Поттера действительно существует, и туда можно приехать, если не на лекции профессора Снега, то хотя бы посмотреть, где все это снималось. Но в реальности приходится мериться с тем, что стены башни и мосты, которыми мы зависливо восхищаемся в фильме, это всего лишь макет, хотя и занимающий довольно большую комнату. Чтобы был понятен масштаб, на фоне стоящего замка человек выглядит великаном, куда вышел из ничьего Хагрита. Но согласитесь, постройка все равно грандиозная. Интерьеры Хогвартса частично снимались в старинных залах и коридорах Оксфорда, частично создавались в павильонах. А это волшебная метаморфоза грозного министерства магии с его фонтаном и высоченными потолками. А вот фильм «Мстители» наоборот можно считать выставкой достижений комбинированной съемки. Многие эпизоды снимались на классическом зеленом фоне, на который при монтаже накладывалось другое изображение. Кстати, зеленый хромакет чаще всего используется в кинопроизводстве потому, что этого цвета, как и синего, нет в тонах человеческой кожи. С помощью цифровых технологий создавали не только интерьеры и пейзажи, но и погоду, удары молнии, имитацию пламени и многое другое. Да, возможности современного кино впечатляют. А чтобы еще больше проникнуться миром киноиндустрии, посмотри 10 мифов из кино и 10 страшных трагедий во время съемок фильмов. Продолжение следует...